Тайским массажем, когда я начал заниматься, в Москве очень мало позанимался, уже были специалисты очень высокого уровня, но они были такие очень запрятные, находились в складочках на местности. И я был, с горностью, как первым человеком, который придумал от йога-школ проводить курсы тайского массажа. Это был просто какой-то инсайт, опередил свое время. Сейчас найти йогу-школу, где они преподают тайский массаж, это уже как деньги на ветер. И в процессе всех этих вещей, когда я занимался такой физической и телеской работой, я постоянно искал какие-то разные варианты. Вообще сама по себе история работы с телом. То, что мы сейчас будем делать, кстати, во многом, это был именно элемент того самого тайского массажа, который я учил именно тогда. Я много лет ездил в Таиланд, там жил по несколько месяцев, ходил к учителям, в разные школы, везде пытался изучать массаж, и это было очень интересно, но все время мне хотелось как-то расшириться, расшириться за рамки каких-то привычных вещей, которые я показываю. То есть есть люди, которые очень хорошо умеют выбрать темы, они ездят, а у меня это не получается никогда, потому что ум очень цепляется на все интересное. Ну как же вы можете узнать, какая вот эта вот такая вещь, которую я использую в церковь с ума, и неспособность концентрироваться на этой вещи для того, чтобы придумать что-нибудь свое, что-нибудь разные вещи, чтобы решать. В итоге потихонечку мои практики стали обрастать какими-то другими направлениями. Учился я и всякими стеопатическими штуками, учился и у русских преподавателей всяческих классических массажей, учился у всевозможных людей, которые были традиционные славянские практики. В общем, было огромное количество всевозможных людей в пространстве, которые каждый что-нибудь приносил и иногда это поражало. Хотя вот с тайским массажем была такая история, где-то до сих пор остается, что очень многим кажется, что тайский массаж — это что-то там небесное абсолютно, потому что это очень мощная практика, она правда очень хорошая, но приходишь в районную поликлинику какому-нибудь обычному массажисту, он берет эти что-нибудь такое делают и понимаешь, что «О, где-нибудь мудрость будет, давай». И мы здесь, на нашей родной земле, то есть в этом смысле. А, и одна из вещей, которая меня в свое время очень подкосила, в начале еще обучения моего тайского массажа в первый год, там у нас была одна из преподавательниц на массаже, она была дочкой основателем школы. И когда мой курс обучения заканчивался, мы куда-то там пошли в пару, разговаривались, и она сказала, я был знаком с одним русским, в Швейцарии познакомился, она такая богатая, потому что у меня отец хозяин школы. Вот, я с ним знакомился с Швейцарией, он мне не сделал русский классический массаж, ты знаешь, это лучшее, что есть в Тарасове. А я такой настроенный, переполучить статистический массаж. В общем, практики росли, усложнялись, и вслед за усложнением практик, за увеличением всевозможных числа приемов, стали появляться некоторые базовые принципы. Для практик много раз появляется возможность их сравнивать. Например, в тайском массаже мы делаем очень простые вещи. Мы надавливаем, растягиваем, вот, собственно, все. Надавливаем, растягиваем. На нем надавливаем плоско, иногда на точки, но при этом сразу у нас есть надавливаем растяжение. И иногда совсем чуть-чуть вот это вот классические массажные движения. На самом деле, тайский массаж называется в оригинале, там, древнее целительное искусство. Словом массажа, когда европейцы туда вписывают, куда-нибудь, как я говорю, слово массаж, как-то и это тайское целительное искусство. Вот там вот этого массажа, который я не знал, не было с собой, не было. Вот. Поэтому, когда вот эти большое количество каких-то практик, встали у меня в голове растеризовываться, в своем случае с утра стало ясно, что вот, тайский массаж – это про жесткость, это про плотность, это про выслуги для некоторых результатов. А есть другая грань. Например, какая-нибудь крайне-сакральная терапия. Кто-то когда-нибудь ходил к крайне-сакральной терапии, кто или остеопат или трогал, то есть примерно предоставляется уровень нежности воздействия человека. Чаще всего, если вы ходите к крайне-сакральной терапии, то он просто берет вас в украденье на птицотелочек и делает вид, что он что-то делает. Он просто держит вас. У вас начинают волны по телу кататься, у вас начинают неожиданные истории происходить. Некоторые вспоминают там, начиная от летнего возраста, прошлой жизнью. В общем, у человека свои какие-то сказки случаются. И это тоже предостановление, да. Это тоже физический контакт. Соответственно, мы можем сказать, что на шкале прикосновений существует вот такой вот огромный мир. От самого контакта до такого поверхностного едва, до глубокого там надарывания локтями, да. Или еще пытаясь по массаже, есть такая история, когда он ставит деревянный колл в спину, Юп, Линке, Янг. Это называется стоксэн. И это, кстати, в Москве тоже можно получить из-за спины, деньги и, кстати, помогать. То есть все есть разные техники. Всего есть свое применение, свои пользы. Но при этом мы говорим про то, что вот эти диапазоны их важно видеть. И опять же есть противопоставление массажа контактного, да, когда мы с человеком прикасаемся, что это делаем, ну и какая-то работа дистанционная. Она может быть через вербарию, когда он просит что-то сделать. Или знаете, вот эта вот история, когда целитель проводит рукой, не касаясь тела, и говорит, что тепло есть, тепло есть. То есть есть такое противопоставление. Контакт против отсутствия контакта. Есть вещи, связанные с глубиной воздействия. Есть вещи, связанные с интенсивностью, с продолжительностью, с возможными вещами. За что бы мы не взялись, с какого бы качества нашего взаимолиста мы не взялись, мы всегда сможем выстроить какую-то шкалу. Чем больше у вас опыт практики, чем больше у вас внимания к другим людям, чем больше вы чувствуете, что с ним происходит, тем мы больше найти ключ именно к этому человеку. Я сейчас сказал важную вещь. То есть чем больше вы чувствуете человека, тем больше у вас возможностей настроить свой диапазон. Есть такая фраза. Кого в руке молоток, тот повсюду видит гвоздь. С этой точки зрения человек, который занимается одним видом практики, он часто, если эта практика настроена на определенные вещи, на определенный уровень тела, то он часто пропускает ту реальную историю, которая с человеком происходит. Потому что у него есть некая картина, как бы любой человек выглядел, что с ним происходит, что с ним можно сделать. Он знает. То есть массаж, то есть я положу, просто на стопы надавливаю. У меня был такой случай, в заре карьеры, когда я сделал девушке массаж, который очень был доволен собой, так все прокатал, все последовательно. Как мы учили, я закончил, вдруг она разжидалась просто. Я так остался полным недоумений. Как же так? Я только что все правильно сделал. Все, что не надо было, чтобы ей сели рядом, положили ей руку там куда-нибудь на голову, и сказали, что все будет с тобой хорошо. А я даже не понял, что она пришла в каких-то спутанных чувствах, еще потому что я был очень озабочен именно тем, как правильный выполнен последовательность массажа. И крайне телоставительный процесс, которым я занимаюсь, он совсем не про то, что надо применять цели или иные приемы. Это дело 23. Так интересно, что когда я начинал свою программу проводить, я очень постоянно это указывал в рекламе, что вы овладеете многими десятками методов и приемов массажа. То есть можете делать продолжительность сессии продолжительностью в 2 часа. То есть мне важно было эту вещь передать. И потихонечку сейчас проходят уровни базовые, на которых дается нога там не очень мало, на самом деле, упражнений, но очень мало этих реальных волшебных приемов. Зато каждый прием попадает прямо куда надо. То есть каждое воздействие, каждое взаимодействие становится очень значимым, очень ценным. Поэтому, конечно же, не так важно, каким прием мы используем. Важно, когда мы с человеком что-то делаем, как мы его воспринимаем, как мы его видим, как мы его чувствуем. И в случае, если мы к человеку подходим механически, как просто ты даже сел, знаете, как человек сидит, как я вот в Европе не писал, а другой подкрадутся за ним, начинает ему плечи на сверху. Вот. То есть он даже не знает, что удалось перед ним происходит, потому что у него не то брожение лица, что ему плечи на сверху. То есть у всех есть свои истории. Каждому нужен свой поход, с каждым нужно соединиться. Соответственно, основные практики заключаются именно в том, как, собственно, две вещи. Первое – это как себя ввести в такое состояние, в котором человеку нужно работать. И это всего лишь одна фраза, но это гигантский объем. Работа гигантский объем всего. Я хочу сказать всем вам, что вы сейчас больше готовы трогать других людей, чем час назад. Просто потому, что вы больше соединены с вашими ощущениями, с вашим телом. И мои программы там, я проводил там программу, будет интересной практикой. Она длилась шесть дней, из них самого массажного материала было на два дня, как в обычной программе. Остальные были просто про то, как настроиться. Там мы все делали. И танцевали, и как будто КПЛ занимались, и какие-то контактные импровизации, и какие-то там чуть-чуть не голосовые практики. Все на свете, все для чего. Все для того, чтобы соединиться с тем, что у нас самих происходит. И тогда мы превращаемся в такой терапевтический могучий инструмент. И не просто терапевтический, а просто человеческий. Человеческое существо, которое может с другим человеком и здорово взаимодействовать. Поэтому те приемы, которые я сейчас буду показывать, они совершенно не важны. Они как бы не имеют такого большого значения. Совершенно другое значение имеет то, в каком состоянии вы это делаете. На этом мы будем учиться, настраиваться на другого человека и с ним взаимодействовать. И, соответственно, основная история у нас будет проходить через дыхание. Ну, вот как-то так. Давайте вопрос. Может, уже сразу как-то? Мы можем. Как хотите? А вы спросите тогда? Ну, если будут. Ну, как настроены? Может, перерыв сделаете минуту, у нас как есть потребность? Или готовы сразу нырять? Давайте перерыв не будем делать, но если кому-то надо прерваться, вы в с вами режиме уходите, возвращаетесь, время же конечно, потому что перерывы, а вы растягиваете на 15-20 минут. Угу. Хорошо? Устраиваемый вопрос? Да. Вот здесь есть вода, вот там есть стаканы. Кстати, а вы, может, принесёшь стаканы сюда? Они лежат на стойке. На стойке. А тогда можно? Ураский вопрос. Да, конечно можно. А вот, в практике с другими людьми, вы как сказали, зачем? Другими людьми. Зачем практике с другими людьми? В практике с другими людьми, зачем они есть другими людьми? Зачем люди ведут массаж? Ну, ты и по словам массаж. А, ну, условно говоря, если мы говорим про массаж, да? Зачем человеку, который не делал массаж, зачем ему нужный массаж? Ну, получается, что да, ты просто говоришь по другу, немножко форму, как ты мне это не вижу, Паша? Я просто не совсем молодёвый вопрос. Да. Что получает человек, который это делает? Ну, для того, вот, ты говоришь, получилось хорошо, племени должны, надо построиться, для того, что угодно с тем человеком, которым ты делаешь, с ним что произойдёт? Ага. Вот это вот хороший вопрос. А как вы думаете, что с ним произойдёт? Вообще, что вы думаете, что происходит с человеком, как я с ним сонастраиваюсь, и что ты делаешь в этом состоянии? Открывается. А? Открывается. 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 Он тоже соединяется с собой? Мне кажется, в чём-то это такое, очень приятное, какое-то эмоциональное состояние. Может быть, или нет. Я чувствую себя более живым. Возвращается в тело. Возвращается в тело. Возвращается в тело. Возвращается в тело. Вот это вот. На этом языке я её называю. Находиться в себе. Это как самоосознание, да? Да, абсолютно самоосознание. Причём, осознавать себя можно на разных уровнях. Мы сейчас, на этом, коротеньком, мастер-классе занимаемся только на одном уровне. На уровне физики. На уровне того, как моё тело здесь представлено. И это уже немало. Когда я знаю, что с моим телом происходит. Когда я знаю все ощущения, по крайней мере крупные, которые в нём есть. Когда я ощущаю местоположение тела в пространстве. Когда я замечаю своё собственное дыхание. Дыхание, вообще, является, наверное, самым каким-нибудь корневым, ключевым альфа и омегой работы. Потому что, большинство из нас, так или иначе, не дышит тем или иным способом. Или дышит ограниченно. И, нельзя достаточно часто и достаточно, там, эту мысль доносить. Её надо доносить каждую секунду. Потому что мы забываем дышать, когда мы перестали говорить про это. И я вот, как человек, который в течение программы опустит свои, где-то разбитзор, произносит всё, дышится. Я не знаю, было тоже на семинаре по, там, как сам, лоуэнгской, биодинамической, биодинамической работе. То есть это тоже интересно-ориентированная работа. Мне там тоже постоянно говорили, дыши. И я замечал постоянно, что я не дышу. точно так же, как и у все мои студенты. Потому что, дыхание, это какая-то вещь, у нас есть свой привычный вид, свой привычный способ дышать, свой привычный способ не дышать. И в момент, когда, там, мы попадаем в какую-то ситуацию неопределенности, сложности, интереса, или чего-то ещё, мы попадаем в какие-то привычные стереотипы, и в них перестаем дышать. Вот и всё. А когда мы перестаем дышать, мы перестаем полностью в теле находиться и жить в нём. Поэтому, глубиннейшая практика повседневной работы, что бы с вами ни происходило, чем бы вы ни занимались, пишите отчёт, работайте на компьютере, пишите в футбуке, едите на машине, разговаривайте с родными. Попробуйте одновременно с этим, продолжая это делать, заметить, как вы дышите. И вот эта вот дополнительная маленькая единичка, вот эта копеечка внимания к дыханию в процессе меняет абсолютно всё. Просто поверьте, вы даже не поверьте, насколько. Просто разделение под внимание, когда вы делаете небольшой фрагмент, уровень повседневного стресса будет уменьшаться в разы, в разы. Вас невозможно будет видеть ничем, никакая там авария перед вами, никакая рубри, ничего не может произвенить до тех пор, пока вы внутри себя дышите. Поэтому так и действует хорошо йога в наших условиях, потому что человек научили дышать, это улучшает, вот такой шипящий дыхание. И он когда выходит в занятии, он, чтобы инерции минут 20 так дышит. И это очень хорошие 20 минут, потом он забывает об этом. Но эти 20 минут в день, они играют сильно больше, чем вот эти полтора числа, как он на коврике. Потому что важно, что с ним происходит, как он на коврике, а важно, как он в жизни дыхание уносит. И мы, соответственно, в нашей телесной работе, в чем мне так нравится обучать людей телесной работе, это мой способ людей познакомить с тем, как он будет все время в контакте с собой. Мне очень приятно, когда я вижу, что люди не просто научаются массаж делать, а потому что они начинают обладать этим метанавиком самоконтролем, внимательностью, саморазвитие. Такое случается естественным образом. И это очень дешево. Не надо реально ничего делать, никаких книжек читать, никаких серьезных медитаций. у нас просто начинялись и добавьте дыхание чуть-чуть. И все меняется. Элент-мутарно. Слишком просто. Слишком просто. Дешево, кстати. 800 рублей. Все тайны открыты. Мистерис ревил. Окей. Сейчас я покажу пример работы на стуле с человеком. И потом мы попробуем меня скопировать и сделать все те приемы, которые я делал для этого человека. Тут надо понимать, что я буду сейчас делать ровно вообще любая сессия это сессия с человеком. В том смысле, что у меня нет 20 приемов, которые я на всех показываю одинаково. А человек каждый вдохновляет меня именно на своем. Поэтому я там на Васе покажу или на Машу. Вот. А вы все будете делать массаж имени Васи и Маши. Но хорошее новое, что он все равно сработает. Это практика. Потому что упражнения в принципе универсальные. И хорошо. Я постараюсь не давать ничего такого, что это действительно сложно или каким-то образом. Это будет мало движения. Это будет очень простой процесс. Самое главное будет настроиться. Вот. И с этого мы и начнем. Поэтому, если есть желающие, вымениться сюда и привезти. Мне нужно... Машу. Машу, наверное. Ну что? Машу, не Машу, Машу. Давай Машу. Давай Машу. Переструб. Садись чуть-чуть. Вот. Машу я не могу вот это самое не потрогать, потому что я не трогаю много лет. А надо разрешаться. А шансательный. Вот. Вот у нас начинается контакт, начинается история наша. Я начинаю с того, что я садюсь просто рядом. И начинаю чувствовать, каково мне, в принципе, рядом с другим человеком сидится. В принципе, это мой добрейший друг рядом сидит. Я ничего от него не жду, никаких там опасностей или что-то еще. Я совершенно мягко там выжелательно настроен. Но я могу сказать, ребята, что я немножко в ужасе, потому что у меня ощущение вот такое вот сейчас. И это так я настроился на Машу. Не знаю, как Маша там себя чувствует в моменте. Может быть, она находится в какой-то радио волшебной. Но мое ощущение присутствия, оно вот сжатое. Я сейчас, находясь рядом с Машей, начинаю дышать. Для того, чтобы, соответственно, ощутить свое тело, чтобы вернуться в него. Так выглядит это настройка на человека. Мы начинаем с того, что мы просто чувствуем, что в нас происходит. Иногда это чистит физические ощущения. Я сейчас, с точки зрения физических ощущений, конечно же, это нечистый эксперимент, потому что я говорю и постоянно часть внимания расщепляю. Я чувствую хорошеньше свою голову, ее габариты. Чувствую там отчасти свою грудную дрейку, переднюю часть. Чувствую свою ногу, на которой я опираюсь на то. Я так удобно сел. Для себя достаточно, хотя я со скрещенными ногами, но как-то так укоренился. Вот. Посмотрел, как в нее внутри. Немножко вот эта волна, которая у меня была, спала. Я за собой наблюдаю, со своим физическим мужчиной. Мы, когда с человеком рядом сядем, мы тоже самое будем делать. Вот. Соответственно, вот я сел. И даже я особо на Машу при этом не смотрел. В том числе, если смотрел, я продолжил, что Маша, как и все вы, не дышит. Вот. Поэтому мы все вдохнем, надо играть. Имени Маши. Давайте вдохнем. Вот. И это, Пашу, сел. Прямой, выше. И, конечно, да. И, конечно, И, наверно, будет хорошо, если не подготовки, какой-нибудь подойти, потому что два-три коврика не сложно, но наши под ноги поставим, чтобы было удобнее. В общем, в случае, конечно, у нас не цепь, которые возложили, но они не все как Маши. в том числе. Вот. Хорошо. Значит, для чего мы это сделаем? Для того, чтобы бедра, например, не повредили, но у меня многие операции. Маши сидит правильно. И, конечно, у меня столиники медленные под ногами, напрямая. Они все так будут сидеть, но мы, например, стремимся в таком положении. Вот. И я совершаю такое ненавязчивое прикосновение к спине. Так. И втек немножко. Хоп. И уже где-то на спине оказался. Вот. И мне хочется немножко поднимить просто по спине. Вот видите, такие легкие движения. Я немножко на спине подниму. И вот такие вот движения делаю. То есть я не растираю. Я его сдвигаю таким вот образом. Просто за спинами. Да я волновь вместе так поделал. Немножко пониже так поделал. Я двигаюсь рукой вдоль позвоночника. Вот такие вот легкие покачивания с первой стороны в сторону. Вот такие вот. Второй рукой я должен спридержать. В любом случае, если человек начинает моё прикосновение, например, наклоняться вперёд. Ну вот это то, наверное, происходит. Ну просто, когда рука здесь, то у человека внимание в этой области тоже начинает присутствовать. И вот я дошёл уже до крестца. Опустился по ней уже туда. Вот. Не очень отсюда видно. Вот. Вот. Кому не видно, пересаживаться, так не видно. Потом будем обратно пересаживаться, и переходить. То есть это будет такое. Вот. одной рукой вот так вот я немножко покачиваю. Начинаю вот такие вот сдвиговые движения сверху и вниз. Как бы я стороны в сторону покачиваю. Видите? вот так вот. Я, наверное, с этим упускаюсь. Получается такая... Вот. Викзак. Как? Викзак. Спилочка такая небольшая. Я чуть-чуть на одном месте застрял на несколько движений, а потом чуть опустился на несколько, и я замечаю, что Маша сделала вдох. Это означает, что всё стало у неё лучше. Она вспомнила, что она дышит. И одновременно с этим у меня, естественно, уже поменялся режим работы. Сейчас я покажу вам упражнение, которое буду делать следующее. Можно назвать упражнением, хотя темное упражнение особо не тянет. Теперь я буду из стороны в сторону её вот так выворачивать. При этом я использую руку, которая у меня лежит на ключицах. Видите, пожалуйста, вот она. Рука на ключицах. Для того, чтобы её подключиться, вот так вот двигать. А вторая рука у меня на спине тоже слегка и покачивает. Получается, что Маша вокруг своей двигается. Вот. и вот так вот я могу покачивать её несколько минут. При этом очень важно, что мы человеку не надавливаем грудную клетку. Потому что наша задача, как я уже говорил, чтобы он дышал. А когда человеку грудную клетку давит, он не очень дышит. И вот просто моё присутствие сейчас, я даже ничего не делаю, просто держу руки здесь. Но сам факт, что мои руки здесь лежат, на этой области, которые с дыханием связаны, он приводит к тому, что человек начинает испытывать желание вдохнуть. Он из своего внимания, из своей головы, из своих вниз, из привычек каких-то, переносит в свой текущий процесс. Он начинает в тело погружаться. И я вот так могу, видите, двигаясь сверху вниз таким простым движением. А если человек зажатый себя чувствует? А он нельзя по кругу зажаться. Вот. Видите? Ага. Я так могу, может быть, немножко, у меня немножко другой ритм проявился. И он теперь, если я не скручиваю сильно, он вот так. Вот так, да? Да, вот так. Так он положил. А давай, мы не зажатым, попросим на минуту, что есть. Есть у нас зажатый? Давай. Давай, давай. Давай, давай. Снимай сейчас, да? Вот. Вот. Не, вот, недостаточно зажатый человек. А сейчас мы будем подставлять подку самую, под ножки уже. Точно-таки. Вот. Точно. Садись, пожалуйста. Больше не хотел. Да, мы, по-моему, табулеточки. В смысле, стула. И, ну, тут будет все кружиться точно так же. Ну, да, поменьше свободы движения, но вы видите, что ничего не меняется. Давайте, какого мужчину у нас? Ты хотел? Работаем. Работаем. Работаем? Ничего. Сейчас посмотрим. О, да. Даже через сейчас. Смотрите, тут даже обратная ситуация. Я начинаю делать, и человек начинает немножко так уходить, уходить таким видом, да? Я его попрошу тогда сесть с тремой спиной, и тогда он будет знать, что надо будет дальше двигаться. То есть я могу разговор использовать в процессе, в том месте, в том месте. Она просила. Нет у нас зажатых здесь. Все очень хорошо. Вот. Но эти упражнения похожи, а полезны будут всем. То есть они и люди, которые не двигаются, мы найдем для них фокус, при котором будут небольшие движения, которые будут приводить их нам. При этом, самое главное, что я делаю, что? Какая-то человек трогает. Какие у них есть на этот счет? Дышу. Точно. Дышу. Я все это делаю, пока это делаю. Я просто дышу. И если я вот замечаю, что я не дышу, то я отдыхаю и возвращаюсь. Это вся моя работа. Все остальное это просто руки и что-то там. А так я просто сижу рядом и сонастраиваюсь к человеку. Вот. Сонастройка имеет сильнейшие терапевтические результаты. У меня есть про анекдот. Про то, как Кэриксона пришел на прием всех терапевт. Кэриксона издуманники. Сех терапевт мастер настройки. Пришел человек и говорит, Доктор, я хочу слышать самоубийство. У меня дошел до предела. На доски уже полные. Отчаянник меня гложет. Я уже просто... У меня возникает иногда желание, как я вижу окно просто открыть его. Открывает окно. И прямо посмотреть вниз и увидеть, что у меня это не основное попадение. И смотрит. Да, на вас. Не основное попадение. Нога мне хочется зависеть и подоконник. И я уже чувствую, что мне неотвратимо хочется сброситься вниз. И так я знаете, что... что я прыгну из пистолета, прыгну из пистолета, прыгну из пистолета. То есть, грамотный рапорт – твои чудеса. Шутка. А это было нехтурно. Но на самом деле, грамотная настройка на человека, она действительно позволяет человеку глубже проживать то, что с ним происходит. Но мы четко его фиксируем ремнями, не даем ему как-нибудь привлечься обычно. Поэтому у нас все. Вот таким вот образом мы двигаемся. Вверх и вниз. И в какой-то момент я могу просто остановиться здесь, вместить две руки под ключицы. Не могу себя не прощать, потому что скоро. Но просто такое происходит. И просто я послушаю здесь. Мои пальчики находятся под ключицами. И я как будто прислушаюсь к тому, что там происходит. Я хочу поймать дыхание. Для того, чтобы поймать дыхание, это как поймать бабочку. Мне не надо ее, знаете, там, закрыли, тащить. Я ее просто делаю так вот, чтобы, не дай бог, пыльцами слетела. Вот, держу руки здесь. И это очень такое непривычное для человека, который придет делать массаж или что-то такое состояние. Мы просто находимся здесь и двигаемся. Поэтому я и не называю в общем случае массажем. Кроме тех случаев, когда человек спрашивает массаж, я говорю, ну, окей. Как же надо это делать. Интересная работа. Хорошо. Пару вздохов поглубже произошло. Следующая история. Это я дам Маше возможность расслабить. А может вопрос? Вот если человек не любит. То есть, если чувствуете, что человек военную силу. Если человек дышит. Его нужно попросить, чтобы он дышал? Да, можно. То есть, он дышит по поверхности. Да, но я рекомендую в таком случае не просить его, чтобы он дышал, а просить его сделать несколько глубоких уроков. Это сильно отличается. Потому что если человек начнет сильно дышать, так, как ему не свойственно, он может вортишься до гипервентиляции. Это еще одна опасность, которая... Знаете, что такое гипервентиляция? Холотропное дыхание, как я слышал, когда человек начинает дышать, часто, глубоко, неожиданно он замечает, что у него дыхание становится еще сильнее, что он уже может остановить, у него не умеет грубостисти, начинает кручиться пальцы. Если это произошло, все, что ему может помочь, это еще вот часто такое уже дыхание. У меня такое сейчас в Израиле случилось. Скорее, пришла девушка. Она была у меня полгода назад на сеансе в этом году. Ей очень понравилось, как ей стало приятно после сеанса. Она раздышалась, и все привело к тому, что ее начало вот так вот сильно выключивать. Очень сильно выключилось тело. Стало ее очень страшно, потому что она совершенно не ожидала такого. И дальше целый час, она говорит, я больше не могу дышать, я уже все, умру, сделай что-нибудь. Но это как, человек, не знаю, тут ничего сделать нельзя. Если человек сключил снаружи, внутри, снаружи вы не разогнёшь. Пришел с ней и сейчас, не переставая решать, в итоге она попала в какое-то блаженное состояние, не пережила, какую-то экстасу, разгладилась, и стала она совершенно чудесной себя чувствовать. Но стоило это мне мало крови. Поэтому мы до этого говорить не будем. И просить человека постоянно глубоко дышать так и нет. Но сделать несколько глубоких вдох и выполнится хорошо, потому что он хотя бы обращает внимание на то, как он сейчас не дышит. Что я делаю сейчас? Я просто, поскольку держу здесь просто руки, внимание человеку уже самому устремлено в дыхании, и он может сам вздыхать. Это как бы приложение, приглашение. Дальше мы будем делать более директивные практики, но чем дальше, тем больше он будет заболевать. Больше положений из такого типа тайского массажа, которые будут связаны именно с тем, как человеку физически беречь тягу грудной клетки. Потому что все истории связаны с сутулостью, истории связаны с этими всеми историями, это все истории связанные с тем, что человек не додыхает. Потому что когда человек дыхает по полумикруге, у него автоматически позвоночник и реперная дуга возвращается в оптимальное положение. И он, видите, он просто вдохнул. Эта машина выпрямилась. Не то, что она сделала. Вдохнул и вдох ее распрямил. Поэтому попытка распрямиться без вздоха, попытка выпрямиться, наполниться, составить себе механическую структуру с помощью упражнений не наполняете упражнение дыханием, она обращена на неуспех. И это знают все, в том числе и когда вы этим пилатус, он будет использовать так тему в работе. Он просто потому, что по-другому это не работает. Значит, что я буду сейчас делать? Маша, я буду использовать ее плечи для того, чтобы помочь ей подышать. И опять же, это очень небольшая история. Я вот просто беру плечо и всем собой чуть-чуть его приподнимаю. И все. Так просто. Больше на чего? А? На сантиметр. Вот так. Оп. И все, вот так вот на сантиметр. Это очень не рекламное упражнение. Не выглядит очень красиво. Но оно очень действие. Я его обнимаю над плечо и говорю, если я так приподнимаю, можно вместе с лопаткой, да? Вот чуть-чуть края лопаткой, да? Я приподнялась, у меня очень тяжелое плечо, в котором человек рядом сидит, и я долго не буду это делать. Или я поставлю ногу как-нибудь, чтобы себя круче поддерживать. Если я слабая девушка, и не знаю, что я кольцо в кочку, нет, я этого не буду делать. Я просто возьму слегка, и придам ему намерение, чтобы она поднялась. Но я не буду поднимать из наших сил. Опять же, не все упражнения, которые я показываю, надо делать всем. Вы выбираете те, которые в данной ситуации будут работать для вас, которые вам удобно делать и приятно. Поэтому я слегка приподнял плечо, мне это легко дается, мне не тяжело ее плечо держать. Я просто держу, прошу ее сделать как раз парочку хорошего вдоха. Вот. И когда Маша делает вдох, и при этом ее плечо не давит на ее, легкое, да? Потому что через плечо, мы и через руку, мы давим на легкое. Я вчера шел, дома встретил соседку, она стоит с двумя сумками тяжелыми, никуда не идет. Я говорю, а что вы стоите? Она говорит, я отдышу. Я говорю, знаете, у вас руки с сумками, ваши руки издали. Поставьте их на забор. Она поставила, и сразу такой вздох был, и не случилось. Вот. Так что принесем добро вообще, направлено нами попросту. Вот. Я слегка приподнял плечо, произошло несколько хороших вдохов, я отпустил, и Маша заметит, что изменилось ощущение с плечей. Плечи, плечи. Плечи, плечи. Наверное, я поправлю своими лицами, а это мурашки. Мурашки. Ну, это, конечно, купленный казачок, но мы-то поверим, что это на самом деле. Есть мурашки. Ну, на самом деле, видимо, поражительно разворачивать лицо. Потому что, возможно, это упражнение, то есть, что делать, что делать. Вот так вот, приподнимаю, да, и держу. И Маша, смотрите, я даже не просил делать вдохи, просто самым фактом, что я разгрузил ее в плечо, привел к тому, что она захотела побольше драхменить. И я, когда она отдыхает, я еще могу немножко разгрузить. Видите, я снял нагрузку с ее легкой, и сразу же, в воздух, захотел туда войти. Несколько таких вот движений. «Видох, вдох, вдох, вдох». Еще вы всегда можете сделать такую хорошую цель. Можно просить человека вдыхать через рот. Когда человек выдыхает через рот, это совершенно не то же самое, чем когда он через нос у меня. выдыхает. Выдох через рот, он обычно связан именно с каким-то таким глубоким освобождением напряжения. Если выдох через нос, то как-то вот по-прежнему там что-то ставится. Когда мы вздыхаем, в настоящем, мы никогда не вздыхаем носом, знаете ли? Вдыхаем и носом, но вздыхать носом не то, лучше спороть их за носом. Хорошо. Вот. Теперь я наклоню вашу голову вниз. Одну руку я положу где-нибудь там на низ горного отдела, другую подвесерку держать. Тут прошу на вдохе слегка поднимать голову, а со мной чуть-чуть мешать. Второй голову. И на выдохе вниз. То есть это очень простое упражнение, в нем нет совершенно не готового насилия, да? Не то, чтобы я взял, а ну-ка поднимай голову, так подружку я еще хочу. Нет. Одна рука здесь, одна здесь. и я даю натяжение в несколько килограммов всего, вот там, два-три. Причем я не просто вниз, а другую. Я как-нибудь растягиваю ее. Одна рука здесь, одна здесь, и я растягиваю. Понятно? поднимаю голову на вдохе, а я растягиваю. И выдох, голову движкается свободно вниз. Я все это говорю словами. Вдох. И на выдохе опускается голову вниз. Есть опасность, что человек начнет сутулиться, который они не практикуют, вот так вот, когда у него никаких вдохов не получится. Нам важно следить за тем, что по спинам у него, у него бедная была, в относительном положении, когда он это делал. Вдох, принимай. И на выдохе. Ух. И хорошо. Этого достаточно. Можно поднимать голову. После каждого из этих упражнений, я могу повторять, обращаться вот к этому своему, покачивающему ее движению. Оно успокаивает. Само успевающее такое покачивающее движение. Это вариант того, что мы называем в интересной работе палцами. То есть такими движениями, которые вызывают пульсирующие движения. в течение движениями тела. Это покажет, в основном состоянии. Ну, очень хорошо. Меня очень, по-познему, вызывает ощущение, Маша, что вот ее бедная клетка проваленная, и мне очень хочется, чтобы она больше наполнена стороной. Я буду делать все, чтобы эту область начинать, каким-то образом, растягивать. Я уже начинаю потихонечку. Используюсь более-менее. Я Николу, помещу ей назад. Прошу так и держать. И теперь я буду отводить руку и хочу делать вдох на этом моменте. И выдох. Ага. На тохе я, как будто, немножко ее скручиваю. Вдох. Видите, если она будет сидеть, прижавшись со стеной, это не получится. Поэтому я ее... Понимаете, что происходит? Когда я сюда ее вытягиваю, рука натягивается, она начинает тянуть вот эти вот мышцы. Когда она ее начинает тянуть, грудная клетка автоматически начинает раскрываться. У меня есть более красивое упражнение, в котором я прошу одну руку положить на плечо. Это можно делать человеком, с которым у вас действительно есть какой-то такой контакт. Вторую руку можно положить на уху. Вдох. Вдох. И теперь мы делаем до. И на выдохе я тебе немножечко... Вдох. Раз. Вдох. Вдох. Ну, не все, допустим, интимности готовы пойти. Вот. Поискому массажу называется танк. Смотрите, ногу я придерживаю ее ногу, руку вот так, руку вот так. Сразу слышим сложные упражнения. Ну, основная идея простая. Та же самая, что движение руки вот сюда. Растяжение вот этой области. Растяжение какого-то раскрыта. Мы лучше вдыхаем. Вдох. 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 Очень хорошо. Пробуем заметить сейчас. Делаем пару вдохов-выдохов. Заметь, что справа и слева как по-разному дышится. Что меняется? Прекрасно слева дышится. А как это прекрасно слева дышится? Что это такое вообще? У меня вот чувство прям как шея вытянулась. С этой стороны тело более длиннее. А вот плечи даже выше не меньше. Ну, да. Ну, там плечи, у них слои законные. Они могут по-разному почему-нибудь. Выше, ниже. Да, если бы не было. Не было? Да. Хорошо. Хорошо, что замечаете. Вот. Еще одна вещь, которую я могу поделать для того, чтобы активизировать работу вдыхательного центра, это работа с рукой. Потому что, ну, и мышечно все вот эти здешние напряжения, они через руку идут вот сюда. То есть есть целые такие книжки, в которых описываются то, как соединительная ткань, мышечная соединительная ткань путешествует по телу и как важно. То есть, допустим, дайте рост на свое упражнение сделать. Дорогу. Отведем наружу. Как будто шашку достали назад и мышку. Наружу и назад. Одну руку можно на другую мышцу положить, а другую немножко натянут. Тяните до конца. Тяните до конца. Тяните до конца. Чувствуете, что ваше каждое подтягивание вызывает такой движение. А теперь до конца доведите еще пальчиками. Тяните немножко пальчик. Смотрите, что одно по себе движение пальчиками назад на себя уже будет вызывать это движение. Чувствуете? То есть это вот такие простые связи. Поэтому, когда мы работаем с руками, мы через руки соединяемся со всем вот этим вот верхним поясом. И как я? Что я делаю? Я просто, в данном случае, медленно, очень мягко обхватывающими движениями массируюсь сейчас. Так что это массаж получается. Вот так. Я стараюсь захватывать боковую и заднюю поверхность. Вот эти три части. Это называется товарищи плечом антомически. Не вот этот ключом, а вот этот ключом. Вот этот ключом. Мы его захватываем. А этот отключик стоит. Мы его захватываем на какой-то сзади. А с этой стороны, где бицепс. Он может только аккуратнее чуть-чуть. Потому что бицепс очень нежная мышца. Ее лучше не щипать. В детстве когда мы это делали, щипали бицепс. Крапивка и всякое такое. Это жесть. Я могу также немножко большим пальцем пройти боковой поверхности. И я могу немножко повращать руку наружу. Почему не вовнутрь? Потому что движение вовнутрь, оно будет как будто загибать ее вовнутрь. Там движение наружу, с таким небольшим акцентом, оно будет раскрывать немножко. То есть, что вы сейчас запомните. Вы любите, что я покажу 500 упражнений, а вы сделаете из них 5. Если вы 5 сделаете, то уже все будет отлично. Но главное, диалог мы к этому поймем. Вначале мы человека оглаживаем, настраиваемся, слушаем, что с ним происходит. Дышим вместе с ним. Слегка помогаем ему дышать. То можно раскрыть немножко его. С помощью таких упражнений немножко поработаем еще с рукой. Когда мы опускаемся к плечу, к этой части, мы можем тоже двумя руками его массировать. Немножко это похоже на предельник. Это очень похоже на то, что делают китайские массажисты. После этого приема из тайского массажа. И еще очень хорошая полезная вещь для человека вообще в общем случае. Это поработать с его пальчиком. Есть такое корейское давнее изобретение, называется су-джок. Многие слышали, конечно, су-джок. Угрождают то, что тело человека имеет коррекции всех органов системы. Они присутствуют на стопах и на кистях. Но это не такая свежая мысль. Она присутствует в традиционной медицине уже давно. Просто там есть вполне конкретная карта очень простая, которая позволяет очень просто работать с человеком во всей его лице. Все, что мы знаем, это то, что работая с руками, мы за ней до 100% человека отсылаем в очень расслабленное глубокое состояние сознания. Объем нервов, количество нервов, которые представлены здесь в головном мозге, нервы руки, которые представлены в головном мозге, их огромное количество. То есть мы, когда начинаем массировать пальцы, мы нервную систему затапливаем гигантским количеством свежих импульсов. Допустим, сидит у нас какая-то, как это называется, патологическая доминация. То есть человек прошел в состоянии стресса, ездит в транспорте, не видит солнца, какие-то случаются неприятности на работе, и он уже вообще свет в белом не видит, думает только об этом. Вот мы начали, как он сказал, то, а надо было это, денег не дадут, а-та-та, а-та. Чем дальше, тем больше он уже глубоко подходит в трансе, он уже суженый себя не сознает. Вообще мы работаем не с мышцами, не с напряжениями даже, мы работаем с человеком в целости. А вот с человеком есть эмоциональный процесс, если он готов заплакать, то не надо его растирать, как я узнал. Мы делаем с вами, чтобы были повторяем в моих ошибках. Вообще учиться на своих ошибках – это отличный способ, наверное, который обходится. Поэтому вы можете на маленьких поучиться. Вот. А тут мы начинаем просто-напросто массировать пальчики. Самым простым способом, то есть никаких сверхъестественных секретов. Берёте пальчик одной или дверь руками, просто его вот так вот массируете, и в мозг начинают филятный сигнал со страшной скоростью поступать. И они говорят мозгу – чувак, происходит много интересного здесь, давай сюда включать нейроны. И в мозгу появляется некоторая альтернативная зона. Альтернативная зона. Зона, наполняющаяся ощущениями тактильными. И она, когда мы действительно долго, глубоко, качественно, с интересом и уважением это делаем, она начинает размывать привычный вот этот вот негативный стереотип, который уже возник в мозгу. В другую патологическую напряжение. И когда вот это вот количество этих интенсов, оно превышает, количество привычных уже там, закороченных контуров, человек впадает в счастливое такое состояние пробу транса, пробу расслабления, засыпания или что-то ещё. То есть он переходит в другое состояние сознания, в котором, так называемое расширенное состояние сознания, в котором и возможно только переосмысление своего ворота. Он больше не считает то, что у всех гедрых в жизни виноват был шеф. Он начинает понимать, что у него есть другие варианты поведения. Он перестаёт сходиться в одну точку. Он понимает, что и потери работы не такая страшная вещь, что это, что мы сейчас предлагали, там, такое-такое-такое. В общем, короче, он начинает смотреть на вещи шире. Это происходит в основном потому, что мы человеку немножко перезагружаем. Для этого нам, опять-таки, надо реагировать на его индусы. То есть понимать то, что, если человек там не дышит, сначала мы его раздышим, а если он там не готов работать, мы не будем там тереть, тереть что-то своё. То есть мы подержаемся, человек потихонечку, очень нежно ходим. Будем заниматься с ним. Да, Маш, как? Сейчас ощущение правил ревых сторон. Понимаете? Сейчас мы обычно работаем, и я уже полным за день. Человек уже никуда не может не ехать. Вдох. Давай попробуем. Не, я сам допустим. Вдох. И выдых через рот. Вдох. То есть я прямо советую выдыхать через рот. Вдох. Вдох. Очень хорошо. Вот. Протопаем. Сюда, садимся вот так. Вдох. 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 Раскручиваем. Да, и вот уже аутентичные вздохи у нас есть. Хорошо. Вот. после этого я еще делаю следующую вещь я на спине смотрите я просто сделал я мои руки вы делали сейчас здесь позвоночник проходит а мои руки вот так вот запрятать планы стали и стали такие легкие движения массирующих делать то время как моя рука на плече такие здесь рука здесь пальчики и вот так здесь кружочки вот позвоночник вот здесь вот здесь вот здесь вот здесь позвонки я реально стою и слегка массирую теперь у меня это украшу пальчики не о чем как бы маша очень приятно и заметьте чем я меньше работаю чем я вот меньше где-то сижу рядом видите ли я совершенно не сейчас я тебя увеличу тебе станет хорошо это же пугает таким простым способом проходим работе я могу повторять упражнение которые есть на нашим собой картинки где красиво а максимально снизу на второй плечо почему я не увидел так вот так не получится Мы должны глубоко завести одну руку, два на пару локтей, а другую на спину. Я прошу Машину планируйся вперед, она планирует вперед, у нее автоматически начинает управляться спина. И дальше я делаю следующее вещь. Я слегка, принимаю на локоть и упираюсь немножко в спину. Вдох, хруст, выдох. Если очень тяжелый человек, не делаем это. Вдох, выдох. Вот на спине. Между лопатами. Смотрите, вот, между лопатами. Да, выдох. Вдох. Кто не видит, зайдите, посмотри. Я больше Машину здесь не буду. Вдох. Вдох. После этого я меняю руки местами. Машину не перемудить и повторить два раза в день тоже я постоянно делаю. Вдох. 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 Вот с Машиной удобно работать, потому что она легкая. И, как бы, тело не сильно инерционно. А если у меня тяжелый человек, мужчина, может быть, мне придется большие усилия прилагать. Я тогда подумал еще как-то сделать. Может быть, я буду двумя руками это делать. Может быть, я вообще не люблю это делать. Потому что я как-нибудь не буду так делать. Вот. Вот. Но очень важно, чтобы мы не утомлялись, как это делаем. Если у вас это по какой-то причине не получается, хотя эти красивые упражнения хочется это делать, то мы не будем делать. Вот. Следующее хорошее упражнение. Мы учились у меня из любого китайского китайца по весеннюю чай, именно из любимых моих четыре. Вот. Я поднимаю вот этот толпу вверх. Очень важно перед тем, как мы это упражнение сделаем, и уточни, есть ли у человека привычного для уеха плеча. Да я берусь. Что такое привычное? Человек знает. А если у него есть, то он знает. Спросите, он скажет. Вот. То есть я поднимаю руку, стараюсь, попрошу плечо упустить, если человек поднял. Вот так, знаете, он поднял плечо. Вот так. А так не надо, он должен упустить и поднять руку просто вверх. Я ее поднимаю вверх, так, чтобы она... Держу ее за локоть, чтобы она была прямой, не вот так держит ее, как мне надо, а вот прямо. Одну руку на лопатку кладу сзади. Прошу делать вдох и отложу руку назад. И опускаю. Если очень гибкая плечо, бумажка, не старайтесь завести ее до стула. Немножко до пуха доводите, чуть-чуть назад доводите, недостаточно. Вдох, выдох. Ага. Вдох, выдох. Вот. То есть я это упражнение, я ассистирую, сопровожу даже вдохами, да? Вдохами, да? То есть человек не просто я его отвожу, а я его прошу вдохнуть. Вылезу. Ага. Я держу локоть, чтобы не было вот это. Я не поддерживаю вдох. Это некоторая сложность. Мне надо подъезжать руку прямой. Я могу у человека попросить, чтобы он прямой держал. И руку не отвожу от вертикали. То есть рука постоянно в действии. Это не слишком сложно? Нет. Дох. Ага. Вхорош он. Снова я немножко помассировал, вот так вот погладил спинку вот таким вот образом. Ещё давай руки за голову за ног. И я на пдохе, прошу тебя, я Rossmann. Я придерживаю эту спину. На пдохе прошу тебя локти ввести назад и вверх. и на вылече от уходи вниз. И вот так три-четыре раза. Я сейчас работаю по скайпу, у нас будет интересно ориентированно. Я прошу делать это упражнение самостоятельно. Почему-то у всех оно такие результаты прекрасные вызывает. Какие? Отдельно. Отдельная тема. Все хорошо. Давай еще раз. Медленнее. Если это делать пятьдесят раз, то мы уже на пороге не предвентиляции. Попробуйте сейчас все сделать это сами. Когда руки уходят назад, они локти тянутся назад и вверх. А когда руки уходят вниз, мы локтаем, и становимся в живот. Сами локтики стремятся. И заметьте, как меняется состояние, когда вы сделали несколько простых движений. Вот. Наконец, наконец, у нас есть возможность вот уже с этими размягчившимися мышцами сделать что-нибудь более такое традиционное. Я вот так вот сверху плечи, обжимая, спускаясь на предплечья. И встав сзади, легонечко, одними большими пальцами чуть-чуть покачиваюсь, я не сколько массирую, сколько себя передаю вперед. Видите? Как бы я поставил и сделал вот так. Я не вот это сделал, но сразу плечи. Вот. А я так немножко поставил. Это я натягиваю на себя. Я, по сути дела, Машу погибаю, я толкаю ее большими пальцами вперед. Толкаю вперед не большими пальцами, а всем телом через большие пальцы. Да? Вдох. 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 И снова немножко обжал очки. Это все простые такие вещи, которые просто сами в руках происходят. После чего я сделаю несколько трехоглаживающих приятных движений, вы все же в мере счастья испытать. Просто, которые дают общее ощущение комфорта, расслабленности. Если вам наоборот человека надо тонизировать, я вас научу фантастическому упражнению стать по массажу, который сделает у вас сразу профиль. Вы вот так вот руки откладываете и пальцами соприкасаетесь, а основание ладоней наоборот раскрываете. Получается вот что-то такое. Основание. Дайте вот так вот сделать, как я. Основание ладони разошлись. У всех получалось. Теперь вот так вот потрясительную волной химию. Пальчики шибали совместно. А теперь мы. Вот. 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 И вот, собственно, на этом я эту простую короткую сессию заканчиваю. Благодарю Машу за терпение. Скажи, Катя, ощущаешь себя? Как раз. Вот. Чай. Чай. Смотри. Дышится. Хочется лечь, но не спать. Вот. Легко. Легко лежать. Гамачлежно. Нагляжно. На Капангане, короче. Да. Я не знаю. Я просто решила, пожалуйста. Снег. 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 Ну, что ж. Примерно понятно, что мы делали. У вас есть по 20 минут, чтобы что-то из того, что мы делали, обновать сейчас. Снег. Снег. Снег.